Рассеянность руководства стала причиной того, что водители автобусов в городце не могут уйти на пенсию. Дело в том, что многим из них положена льготная пенсия. Они могли уйти на пенсию еще в 55 лет. Но руководство просто потеряло документы за 11 лет работы. И они лишились права на льгот. У нас водители не уходят на льготную пенсию в нашем предприятии. Утеряны у нас документы там. Сколько кто отработал, года там потерялись. Были документы, которые должны сдаваться в архив центральный. Тоже в Министерство управления или в наш городецкий архив. Но не в городецком архиве нет этих документов. Они хранились в подвале. Тогда продали здание административное, там или затопили, или чего-то. Документы потеряли, как и ценили. И все. Документов нету, и вам не положено уходить на пенсию. Представляете мне, с 85-го года по 2000-й год мне вычеркнули мою жизнь работой. Предприятие. Они не могут доказать. Я и в Горьке писал. Мне из Горького пришла бумага, что Валерий Евтихович, мы вам не можем доказать вашу работу, где вы работали. Спрашивайте все бумаги у вашего руководства. Не могут они доказать эту работу. Нашу работу, считайте, 16 лет моих. У нас были суды, были свидетели, говорили на городском суде. Предприятие не предоставляет таких документов, справки. А в пенсионном спрашивают, ты должен показать, что ты работал. Пенсионный фонд пишет, что у меня пенсия отказана в связи с тем, что еще с 8-го года по 19-й год предприятие не предоставило мою работу. Мне вот уже сейчас 59 лет, я уже есть по закону, я уже должен 4 года быть на пенсии. Я уйду, как мне положено сейчас, в 63 года. А вот чтобы уйти раньше, в 55 лет как, на льготную пенсию никого не отпускают. Документов нет. И у нас, у каждого получается, 10 лет вылетело. Кстати, само руководство предприятия произошедшее не комментирует. Глава администрации городца намерен встречаться с водителями, чтобы пытаться найти какое-то решение этого вопроса.